Как филонят евродепутаты, почему в Ханое ввели табу на пользование скутерами, и как куры парализовали движение в Австрии, об этом и не только в нашем обзоре. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер раскритиковал политиков за их отношение к работе. Премьер Мальты Джозеф Мускат подводил итоги председательства страны в ЕС. В это время в зале сидели всего 30 человек, хотя должно быть 750. Как прокричал Юнкер в полупустом зале, если бы Мускат был Макроном или Меркель, то зал точно был бы полон. Депутаты попросту показали свое пренебрежение к стране с населением в 400 тысяч человек. Юнкер выходец из крохотного Люксембурга и точно знает, о чем говорит. Йога на высоте 210 метров. Во Франции 35 человек делали асаны прямо на Эйфелевой башне. Эксперимент прошел удачно, и теперь занятия здесь будут регулярными. Группы уже сформированы. Йогой на Эйфелевой башне будут заниматься до конца лета. Единственное но – сеансы начинаются рано утром. И всем, кто любит поспать, они не подходят. Власти Ханоя запретили жителям города пользоваться скутерами до 2030 года. Такое решение приняли, чтобы улучшить экологическую ситуацию в столице Вьетнама. Однако горожане приняли запрет в штыки, так как скутеры – наиболее популярный вид ханойского транспорта. Население города насчитывает больше 7 миллионов, и у пяти из них есть мотороллеры. Куры заблокировали движение транспорта недалеко от австралийского линца. На свободе оказались около 7 тысяч пернатых. Грузовик, который перевозил кур, перевернулся, и домашняя птица разбрелась по автобану. Собирали несушек в радиусе 160 километров. Магистраль, где произошла авария, ведет к Вене, поэтому утром там образовалась пробка. На Этне испытали робота, которого готовят для экспедиции на Луну. Условия на земном вулкане идеально подходят для проверки возможностей вездехода. Его главная задача – собирать образцы пород и передавать их исследователям. Чтобы робот впустую не гулял по Этне, параллельно он проводит еще исследования поверхности кратера. Образцы передадут для изучения вулканологам. В Китае полиция спасла подростка, который хотел сигануть с 12 этажа. Спецоперация была на грани, потому что парень уже залез в оконный проем и был готов прыгнуть с 40-метровой высоты в любую минуту. Но в итоге все закончилось благополучно. Один пожарный выпрыгнул из 13 этажа и ногами затолкал парня назад в комнату. Сейчас с юношей работают психологи. Причина его поступка – ссора с родителями. Доску для серфинга на подводных крыльях представили в Пуэрто-Рико. Благодаря этой технологии серфер может лететь над водой со скоростью 40 км в час. По словам изобретателей, такая доска позволяет получать удовольствие от серфинга даже в полный штиль.